приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы через две недели как и обещали производим дегустацию нашего суджука вот наши суджучки суджучки муджучки такие чик 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 немножко начала уже белая плесень на них расти пенициллином кандиду кандидиум вот если вы хотите это съедобная плесень совершенно точно такая же как растет на сырах допустим если вы хотите чтобы он покрылся такой немножко белой плесенью помещайте его в контейнер в холодильник где-то неделька и вот он покроется слоем белой плесени будет красиво но вкуса особого не добавляет я традиционно дегустация то есть сейчас разрежу покажу разрез крупным планом и попробую естественно мы сейчас стараемся все все наши продукты долгоиграющие длительного приготовления через какое-то время снимать дегустацию показывать что у нас получилось чтобы чтобы было видно что рецепт годный этот суджук мы делали по книге о конникова колбасы и мясо копчености 38 года выпуска как вы помните если вы кстати не помните в конечной заставке видео будет ссылка на рецепт приготовления суджука на мой взгляд одна из самых простых сыровяленых колбас делается очень быстро очень просто и очень вкусная отличная закуска пиву но и не только пиву котки тоже поверьте давайте посмотрим крупный план сейчас я возьму вот так вот как-то их не ручком чик не получится он очень маленький сейчас покажу ну вот посмотрите дорогие друзья так выглядит суджук в разрезе совершенно однородная структура то есть никаких полостей ничего нету отлично он провялился так вот выглядит сама колбаска видите вот потихонечку уже начал расти пенициллинум кандидиум белая плесень полезная ну я так думаю что полезная вот такая вот штука получилось прекрасная но действительно колбаса очень классная очень простая в изготовлении кстати если вы ну вот не делали еще сыровял рекомендую начинать суджука просто его делать реально просто ну что давайте попробуем честно признаюсь я уже попробовал ну сделаю это еще раз на камеру вот так такая у меня традиция мягенький суджук да есть он не дубовый он реально вот такой как надо не держите его дольше не вяльте дольше две недели самое то поверьте но вы все равно не будете делать одну колбаску всегда от одной можно отрезать кусочек попробовать попробовать что получилось теперь теперь мое мнение касательно рецепта конникова как вы помните мы добавляли сюда и курдючный жир по классическому рецепту но если не помните посмотрите рецепт мое мнение сейчас такое курдючный жир слишком ароматный бараний курдючный жир и вот как-то этот аромат я вообще люблю баранину но я бы все-таки делал со шпиком то есть мы до этого делали со шпиком суджук у нас тут есть еще кусочек ладно не будем хотела хотел показать сравнить неважно вы его вы не видели да мы вы видели да мы пока мы показывали да в видеорецепте вы показывали этот суджук предыдущий который мы просто делали по своему рецепту и вот этот по конникову одинаково одинаково он завялился то есть по вкусу по вкусу мне все таки нравится больше со свиным шпиком честно скажу но этот тоже отличный он у нас уйдет завтра гости будем пить домашнее пиво поэтому я думаю этого суджука ничего и не останется спасибо вам за внимание друзья что это такое у нас касса какая-то работает если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению суджука задавайте их комментариях на все комментарии мы отвечаем с ларисой традиционно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх если видео было для вас полезно а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока